В эфире информационная программа новости. О событиях к этому часу расскажут наши журналисты и я, Кмарал Куатбекова. Смотрите сегодня в выпуске. Не по графику. Аким отчитал подрядчиков за просрочки по ремонту. Священные традиции. Около сотни голов скота балхашцы принесли в жертву на Курбанайт. Искусство на полотнах. В Балхаше открылась выставка известной казахстанской художницы. Эти картины были созданы в разные периоды. На Балхашском хлебозаводе в связи с нарушением технологического процесса по вине работников была выпущена партия хлеба с браком. Продукцию изъяли, виновных наказали. Подробности в сюжете. 9 августа в связи с нарушением технологического процесса по вине работников на Балхашском хлебозаводе была выпущена партия хлеба с браком. После обнаружения продукцию изъяли из продажи и заменили на свежий хлеб. В этот же день в социальных сетях начала появляться недостоверная информация о случившемся. Позже автор посланий извинился перед горожанами. Это было единичное нарушение технологического процесса. Я неправильно поняла ситуацию и сообщила недостоверную информацию. Прошу у всех прощения за это. На предприятии экстренно провели служебное расследование. Факт тщательно изучили и взяли на строгий контроль. Виновные лица понесли наказание. На этапе замешивания теста работник допустил технологическое нарушение. Это никакой угрозы для здоровья людей не представляло. Ошибку сразу выявили и следующая партия была уже без брака. Контроль на производстве усилили. На данный момент выпуск свежего хлеба идет строго с соблюдением правил технологического процесса. Продукция соответствует всем стандартам качества. Меры по устранению факта были приняты своевременно. В случае единичны. Производство работает на сегодняшний день в обычном режиме. Хлеб, формовой и другая продукция соответствуют ГОСТу. Жителям города приносим свои извинения. Ахмарал Куатбекова, Виктория Буханцева, Руслан Сипен, Уркен Медиа. Мониторинговые группы, которые следят за ремонтом в городе, отчитались о проведении работ. В Акимате прошла встреча подрядчиков с главой города и секретарем городского маслехата. После критики бригады, которые работают в школах и детских садах, вышли в график. Еще месяц назад подрядчики шли с большим отставанием по установке окон, замене отопительной системы и не только. Сейчас весь ремонт обещают закончить в срок. Проблемы все еще остаются с благоустройством дворов. По некоторым адресам работы даже не начаты. Также оказалось, что на объектах нет паспортов с данными о ремонте и контактами ответственных лиц. По всем подрядчикам, которые здесь присутствуют, нерадимые, в адрес которых будет соответствующая критика, я отдал полномочия отделу, заместителю, принимать решение о том, чтобы снимать, сфинансировать эти обиды. Оголо сотни баранов и коров принесли в жертву жителей Балхаша в первый день праздника Курбанайт. Живой товар продавали и забивали на территории бывшего мясокомбината. Побывали на месте и журналисты Оркен Медиа. 64-летний Анарбай Буйшев уже на ощупь научился определять здоровое животное. Каждый год мужчина с семьей отмечает Курбанайт по всем правилам. Сначала айт-намаз, а потом на мясокомбина за жертвенным барашком. Ежегодно с семьей отмечаем Курбанайт, делаем обряд жертвоприношения. В этом году купил молодого барашка, поделим мясо на пять семей – себе, родственникам и соседям. На выбор покупатель фермеры Шетска и Актугая привезли почти 500 голов скота. Около сотни священный праздник купили и забили. Сначала тушить тщательно проверил ветеринар, и только потом покупатели получили мясо. Каждое животное проходит клинический осмотр. После забоя и снятия шкур тщательно проверяем мясо и внутренние органы. Ставим печать, и только после этого мясо можно употреблять в пищу. Священный Курбанайт власти города устроили благотворительную акцию. Забили корову и разделили на 70 частей. Мясо раздали малоимущим и инвалидам. В городе открылась выставка известной казахстанской художницы Лейлы Махат. На экспозиции больше 40 картин. Увидеть творчество уроженки Балхаша можно до конца сентября. Продолжение темы в сюжете. Творчеством балхарских талантов встречали в городе известную казахстанскую художницу Лейлу Махат. Ее, иностранных гостей и участников экспедиции Уллада Лаэля, которые приехали в город специально на открытие выставки, угощали традиционными казахскими блюдами. Приветственное слово от Акима города. Впервые город встречает персональную выставку Лейлы Махат. Это для нас поистине значимое и очень грандиозное событие. Полотна Лейлы Мулатовны созданы с помощью умелых рук, творческого вдохновения, особого дара. Лейла Махат родилась в Балхаше. Работы отечественной художницы, общественного деятеля и галериста известны не только в Казахстане, но и за рубежом. В родной город она привезла выставку «Небо и земля». Небо и земля, потому что для меня степное небо – это самое красивое небо, которое я видела. А я видела много разных всяких неб. Небо, которое окружает город, которое над городом, в котором я родилась, оно всегда для меня было самым красивым и самым святым. На экспозиции жители и гости города могут увидеть больше 40 картин. Среди них пейзажи, изображения лошадей и не только. Картину «Море», на которой изображен Балхаш, художница подарила городу. Выставка продлится до конца сентября. Эти картины были созданы в разные периоды. Некоторые из них я написала 10 лет назад, некоторые картины написаны в этом году. Просто они все объединились в одну экспозицию, потому что они все соответствуют теме и тем чувствам, которые я испытывала, когда готовила этот проект. Сегодня ночью жители Балхаша смогут увидеть звездопад. С 12 на 13 августа над землей пройдет пик метеорного потока Персеиды. Первые редкие метеоры можно было увидеть еще с середины июля. Последние вспыхнут 24 августа. В ночь с 12 на 13 августа плотность потока будет максимальной. Пик придется на время с 2 до 3 часов ночи по времени Нур-Султана. Причем в час ожидается до 100 метеоритов. По словам специалистов, метеоры представляют собой слабозаметные вспышки. Персеиды будут визуально вылетать с юго-восточной стороны неба по косой траектории. Чтобы увидеть их, лучше уехать подальше от городских огней и исключить любые источники света. Важно также, чтобы погода была безоблачной. На сегодня это все новости. Увидимся завтра в эфире в 20.15. До свидания.